всем привет сегодня у меня работа вот с этой парой эти ботиночки я сшила где-то два года назад по моему да и короче здесь очень много косяков это была подопытная такая пара поэтому очень много ошибок и в целом они на моей ноге не сидят они мне неудобные ну и не очень так не так как мне хотелось бы для начала я уберу шнурочки они возможно когда-нибудь пригодятся ну и начнем он это займет очень много времени я наверно вернусь когда одеру ну вот я только что отодрала подошву от половинки ботинок вот что было и стелечка она более-менее такая живая да здесь следы от гвоздей и вот здесь что-то сильно тонко был стало я наверное продублирую кож картоном вот здесь чтобы было не так мягко здесь внутри супинатор то есть железка вот и надо будет мне здесь вот подошву почистить здесь остатки клея вот ошметки от от как называется то господи от смеси для вот закупоривания для закрытия пространство и и все такое короче вот и сейчас вот одираю подошву от 2 от 2 ботинка вот как все это приклеено как все это выглядит довольно таки сложно да сложно но можно вот так здесь мне уже железка вот самое сложное здесь отдирать каблук каблук потому что самое большое давление на каблук и когда ставишь под пресс пару обуви для вот проклеивания наибольшая нагрузка приходится на каблук именно на каблук поэтому приклеивается гораздо сильнее о пошла вот вторая подошва ну и отсюда сейчас надо будет вытащить эту стелечку я решила переделать потому что вот эту пару отодрать почему решила потому что они как бы так стоят ненужные почему бы их повторно не использовать если можно если это возможно муж приехал вот ну как то так тоже сейчас будут долго долго отдирать это вот стелечку и потом наверное уже возьмусь за выкройку начну уже раскрою кожу и посмотрим что получится что я сегодня делаю своей черной подошве я решила подобрать вот такую светлую кожу ту же самую кожу которую я использовала для своего светлого пояса для кимоно буду шить высокие сапоги кожу я уже раскроила все края вот так вот спустила все клеевые работы на данном этапе закончила подкладка у меня будет вот такого черного цвета так как у меня другого цвета подкладочной кожи практически не то хочется так чтобы внутри была кожа кожа удобно тем что ее легче носить она форму держит то есть сапоги они не будут там гармошкой сползать вот сейчас буду все тут прострачивать и на подкладке и на основной на основных деталях здесь вот прошью захотелось тут прошить двойной строчкой нитки подобрала те же тот же самый цвет который использовала и на поясе идешь и душить будем делать пробную строчку на ненужном кусочки кожи тут все-таки перетянули перетягивается так происходит еще раз в этот раз мне больше нравится ну ладно будем уже прошивать подкладка сейчас у меня будет немножко такой сложный этап с кривыми поэтому видео наверное пока остановлю как то так я и работаю вот сейчас у меня такая сложная строчка будет с кривую с кривой со сложной кривой поэтому отставила камеру подальше что-то на мне не мешало не дай бог что-нибудь тут запороть ответственная строчка ну все погнали можно было можно было сделать лучше но ничего теперь у меня на очереди вторая заготовка здесь у меня ужас бардак не обращайте внимание вот да я хотела сказать что в моей мастерской я обычно работаю не не такая как она обычно на фотографиях и на видео вся красивая в красивых одеждах как и обычный любой как любой обычный мастер который работает этому у меня и вид соответствующий буду работать дальше вы пока не мешайте а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...